Два свидетельства, которые мне очень нравятся, очень вдохновляющие примеры. И на самом деле таких примеров похожих, историй, очень много. Я всего лишь два расскажу. Одна история — это история женщины, которая связанная с нашим служением, то есть максимально близкая к нам история. Эта женщина смотрела нас онлайн, и вот в один момент Бог просто положил ей на сердце, что она захотела, знаете, просто родилось такое желание, что-то посеять в церковь. А у нее была такая ситуация, что ну вот просто нечего, просто пусто, просто полный ноль. И она села искренне перед Господом там возле своего экрана и сказала, Господь, я бы очень хотела посеять, но у меня вот просто нет. Но я пишу по вере на листочке вот такую сумму. Вот у меня есть желание, я бы так хотела эту сумму посеять в церковь. А никаких финансов не должно прийти, ей нет куда ожидать. И она просто сказала, Господь, я верой это сею, просто держа на листочке эту сумму. И в течение двух дней ей на карту поступила сумма в 10 раз больше этой суммы. То есть поняли, чтобы она могла выделить десятину. То есть это была не зарплата, это было не что-то, на что она могла рассчитывать, ожидать. Но Господь вот так ответил на ее веру. Еще одно свидетельство, похожая история, но, знаете, немножко другие детали. Это из-за границы, из одной американской церкви. Одна женщина была на конференции, и, знаете, она так много получила. Она была так благодарна Господу за то служение, за ту конференцию, знаете, что служители потрудились, организовали. Ей так хотелось посеять в эту церковь и посеять хорошо, щедро. Ну и знаете, как практикуется там, особенно за границей. У них есть разные карточки, на которых есть разные сбережения. И она вот вспоминала, на какой карте у нее есть какие сбережения, потому что налички с собой не было. И Бог ей положил на сердце определенную сумму. И она решила, что хочет посеять эту сумму. Но, опять же, налички не было. Она просто написала ее на листочке, бросила в ящик для пожертвований. Говорит, Господь, я вот хочу посеять эту сумму. Но это на самом деле большая сумма, я даже не уверена, что она есть у меня на счету. Но я проверю, даже если ее нет, я найду способы, откуда, как ее собрать. Она положила этот листочек. На следующий день она позвонила в свой банк своему менеджеру и говорит, посмотрите, пожалуйста, на вот такой-то карте. Нет ли у меня случайно вот такой суммы? Я не уверена, что она есть, но проверьте на всякий случай. И менеджер ей озвучила, что вчера, в такое-то время, на ее карту поступила сумма ровно в 10 раз больше. То есть сумма, которую она написала. Но знаете, какой интересный момент? Она уточнила время, и эта сумма поступила на ее карту за 1 час до того, как она сделала это пожертвование, как по вере написала этот листочек. То есть Бог уже, Бог предполагал, Бог знал. Он уже видел, что в ее сердце рождается это желание, и он заранее позаботился. Но узнала она об этом только на следующий день. Это очень интересно. Поэтому это ободрение для тех людей, кто хочет сеять в Божье царство, в какие-то Божьи проекты, но просто у вас пока действительно нет, но не хватает финансов. Пробуйте вот такие подобные дела веры. Субтитры создавал DimaTorzok